Друзья, я вас сердечно приветствую. Мне кажется, мы вот с тем благым человеком попали на ваше случайно, на ваше тайное заседание. У вас, может, я-то знаю, что вы здесь занимаетесь? Я бы хотел с вами поговорить об играх, но я напомню собравшимся о том, что на самом деле право женщин достаточно недавняя история. И, например, избирательное право женщины получили всего лишь в 1906 году в Европе. В Финляндии это случилось, когда это была часть Российской империи, поэтому Российская империя, Российское государство России, она имеет непосредственно отношение к тому, что сегодня обсуждают, как часть Европы. И мне, конечно, хотелось бы поговорить сегодня с женщинами, которые разговаривают на русском языке, о том, что это не те мигранты, которые сегодня приезжают из стран Азии, Африки, Латинской Америки, потому что Россия всегда была частью Европы. И если мы говорим о мигрантах, тогда мы мигранты запишем и Софью Ковалевскую, которая уехала в свое время из России и даже умерла в Станхольме. И, в общем, в 31 год она уехала в Берлин. И, естественно, и Марина Цветаева и Анна Ахматова, которые постоянно ездили в Париж, жили в Европе, они тоже не были никогда мигрантами, а Россия была частью европейской культуры, а европейская культура была частью культуры России. Мы можем вспомнить из великих женщин Сабину Шпилерейн, которая была соратницей Юнга и Фрейда, которая внесла свою дозу в части психоанализ и погибла во время войны. В общем, женщины всегда были проводником той культуры, которая, в общем, есть за Россией. И они приносили ее вследствие своими мужьями, которые в трагической ситуации Октябрьской революции, в трагической ситуации войны оказались, по сути дела, заложниками той индустриализации, которая была проведена в Европе, в мире. И, в общем, это большая трагедия для всех нас, на самом деле. В 1030 году в Париже было 300 тысяч русских, в Праге была третья по величине община руссоязычная. Благодаря поддержке президента Чехии Добуса Масарика фактически был создан русский университет, и русская культура на десятилетия стала фактически культурой в России, в Чехии, в Европе. И, в общем, я хочу говорить об этом, потому что у меня большая надежда на то, что те женщины, которые занимаются предпринимательством здесь, они занимаются предпринимательством не для выживания, не для желания заработать, как это часто пишут в учебниках, а действительно являют собой прекрасную половину человечества, которая несет в себе то хорошее, что не успели, в общем, задушить большевики и 70 лет социальности. Я хотел вам рассказать о том, в общем, какую культуру удалось сохранить. Вот я отношу себя к последователям Московского металлогического кружка, который был создан в 50-е годы в Московском государственном университете и, в общем, являюсь уже третьим поколением людей, которые вовлечены в эту интеллектуальную сеть. Достаточно сказать, что у истоков кружка стояли Георгий Петрович, эдраистский философ, Александр Диновьев, тоже, возможно, достаточно известная фигура, он был автором более 30 книг, был вынужден в 70-е годы уехать из Советского Союза, жил во Франции. Борис Крушин, один из первых социологов в Советском Союзе, философ Мирам Макмардашвили, автор теории со знанием. И в этом кружке тусовали замечательные люди. Многих из них вы знаете. Туда приходил Владимир Викин, там была Елена Немировская, туда даже приходил Горбачев и своей супруге Раисе, которая училась в то время в московском университете. Ну вот Георгий Петрович Эдраистский и заложил по сути дела на десятилетие программу московского биологического кружка, которая поставила перед собой задачу построения новой теории мышления. Я не буду долго рассказывать, что он представляет из себя новую теорию мышления. Я скажу только, что, на мой взгляд, одним из самых ярких эпизодов в деятельности московского металлогического кружка, которую мы сейчас пытаемся развить, стала схематизация, визуализация, картирование визуальных образов, которые есть у каждого из нас. Ну а по сути дела хранятся как бы в коллективах людей. Еще Канк в свое время заметил, что коммуникация, подкрепленная визуальными образом, открывает новые возможности для обошления и для понимания. И второй важный момент, который разработан в Кружке в 1970 году были проведены, ну первые в Советском Союзе совершенно точно оргдеятельственные игры, я имею в виду поздний такой перевод социализма, то есть оргдеятельственные игры, они задумывались как моделирование жизненных ситуаций, в которых оказывается коллектив людей. Можно было смоделировать, ну, наверное, вы тоже слышали выборы на хамазе, выборы на раке, в свое время делались. Можно было смоделировать производственную деятельность различную. Игра, по сути дела, позволяет схватывать всякие штуковины из реальности, которые невозможно описать словами, невозможно показать на видео, невозможно зарисовать картинками. А если мы в игре с вами, например, проживем деятельность такого-нибудь предприятия, завода, маленькая фирма, строительная фирма, то мы почувствуем себя вот таким строительным предпринимательным, рекламной компанией. В общем, я в своей жизни провел более сейчас уже 70 игр. Вот есть маленький ролик, из него ничего не понятно будет, но он так проиллюстрирует, как это происходит на самом деле. Надо просто нажать. Мне кажется, это... Каждый человек в разной степени за руку помогает улучшить зрение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как вы видите, тоже достаточно много женщин участвует в играх, не только мужчины, так что у нас все права соблюдены. Мы делали очень интересную сессию с Еленой Шулькиной в Праке, с женщинами русскоязычными, которые живут там, занимаются бизнесом, ну, по сути дела, живут. Значит, что представляла из себя такая игра? Коллективы, которые, значит, мы собирали за отдельными столами, сначала рисовали, так они представляют себе Чехию и современную Европу. Чехию внутри Европы. То есть надо было изобразить. По сути дела, мы сейчас, я очень серьезно занимаюсь сам картами, можете посмотреть у меня на фейсбуке, люди по-разному совершенно представляют себе и странные, и гроза. То есть, по сути дела, такое пространство для действия у нас открывается. Если мы туда включаем предполагаемых партнеров, если мы понимаем, как устроено государство, как устроен бизнес в той или иной стране, мы это изобразим на картинке, на листе флипчарта. Соответственно, как только мы это все изобразили, мы можем там двигаться. То есть мы можем этих партнеров увлекать в свои проекты, мы можем предлагать другим партнерам нашим, которые собрались, увлекаться в их проекты и так далее. Значит, еще мы можем, например, таким образом разрисовать, что у нас будет в будущем. Такая технология называется форсайт. Форсайт такой, бросок вперед, взгляд вперед. Значит, на линейке времени мы можем, ну поскольку у нас много, отметить те события, которые предполагаем, что случаются. Например, мы можем предположить там отмену виз между Россией и Европейским Союзом. Какие это нам дает возможности? Ну, там, определенные возможности. Можем не предполагать. Значит, наоборот, можем сказать, что не будет такого никогда. Тогда у нас будут новые возможности. Ну и, соответственно, какие-то события, про которые мы знаем, каждый из нас знает в политике, экономике, которые могут случиться, мы кладем на эту карту. Мы друг друга обогащаем этими событиями, и это нам дает возможность действовать в будущем. То есть мы прорисовываем пространство наших движений в будущем. Если мы прорисовали то пространство, которое у нас есть сейчас, и то пространство, которое есть в будущем, то мы можем занять эти роли и сыграть в будущее с вами. То есть сказать, что у нас есть такой таймлайн, сценарий игры, сценарий нашего фильма. Давайте вы будете играть за китайских бизнесменов, мы будем играть за российских, там, кто-то еще будет играть за польских, я не знаю, за европейских, за других. В общем, и получается такая коммуникация достаточно интересная. Мы такие игры, например, проводили на Автовазе с IT-компаниями. Ну, в общем, это открывает сумасшедшие возможности, потому что будущее, оно просто становится вот в одной комнате сразу видно всем. И люди выходят из игры с пониманием, как надействовать. Ну, если кого-то это волнует, то действительно зарабатываем деньги. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok This is one of the methods which can be considered if we are to create some kind of educational practical research program for female migrants of immigrant background. Now the floor is for Karina Pueh and she is a guru in female employment and as I understand her presentation will be a bit wider than the theme of the seminar. But I still hope we are in line with our family. Thank you. Thank you. Thank you.